Установка по очистке коллекторно-дренажных и источных вод. Вода, которую мы не убоженьки просим, а сами можем после себя очистить ее, дать на поля. Можно получить и ткани, и для вооружения порох. С тех пор, как перекрыли Северокрымский канал, фермерам в Крыму не хватает воды для полива. С 2014 года ее ищут крымские ученые. И, кажется, воду нашли. Канализации. Может хватить на 30-40 тысяч гектар капельного урожения. И тогда мы решили бы вопрос. И овощное производство, и развитие садоводства, и виноградовства. Появилась бы та вода, которую мы не убоженьки просим, а сами можем после себя очистить ее, дать на поля сегодня нашего родного Крыма. Вот разработка сибирских ученых, которую испытывали в Крыму. Эта будка превращает канализационные истоки в воду для полива. Установка по очистке коллекторно-дренажных и источных вод. Технология довольно ценна, непосредственно в наших довольно засушливых условиях. Снаружи трубы, краны и кнопки, а внутри фильтры. Они очищают воду физико-химическим методом. За сутки установка дает 20 кубометров чистой воды. Один обходится в 33 американских цента. Она непосредственно поступает, идет по вот этому трубопроводу, поднимается, проходит очистку и выходит за пределы данной установки. Мы можем перевозить ее с одного объекта на другой. Показатели очистки настолько хорошие, что воду будто бы можно пить. Вода полностью пригодна для полива. Если прямо говорить, что если бы она была неисточная, то она и для питья по воду. Потому что в пределах 200-300 грамм минерализации – это и норма и питьевой воды. Не пить, не поливать с такой водой растения не стал бы этот специалист Мирового центра данных. Считает, сточные воды заразят поля микробами. Поля просто будут получать огромное количество органики ненужной. И, следовательно, процессы будут идти в разных неконтролируемых направлениях. Но крымские ученые полны решимости победить засуху. Вот уже экспериментируют с сахарной свеклой. Ее выращивают не для еды, а на семена. Часть грядок поливают водой из скважины. Другую – очищенными стоками. А третью – смешанной водой. Результаты исследований станут известны в конце года. Мы определим влияние сточных вод, чисто сточных, сто процентов сточных вод на физиологию, допустим, растения и накопление этих солей в почве. Проверим тот вариант 50 на 50, когда чистая вода смешивается со сточной водой. В прошлом году в свекле, которую поливали сточными водами, нашли повышенное содержание нитритов. Но ученые в отчаянии не впадают. Есть техническая культура, которой не так страшны минералы. Фаза кущения пошла. Вот появляются будущие цветоносы, которые потом превратятся в коробочки и раскроются, и будет у нас хлопок. Выращивать хлопок крымским аграриям поручил российский Минсельхоз. Там опасаются, что вскоре Узбекистан перестанет продавать России сырье. Для Крыма выбрали скороспелый хлопок, который созревает за три месяца. Является наиболее эффективным из сельскохозяйственной культуры, которая дает рентабельность 350 процентов. Стоимость его на рынке на данный момент 1200-1500 долларов за одну тонну. И из нее можно получить и ткани, и для вооружения порох. Крым не Средняя Азия, и хлопок без воды не вырастет, предупреждает украинский специалист. Выращивать хлопок в Крыму, мягко говоря, странно. Для обыкновенного сельского хозяйства уже воды не хватает. Если мы говорим о такой культуре, которая требует очень много воды, а это хлопок, то мы ставим под большой вопрос, зачем вообще это нужно. Россия планирует выращивать хлопчатник на 10 тысячах крымских гектаров. Хозяйства, где работает Вера Антоновна, вчетверо меньше. При России здесь уже освоили культуры, которые раньше не выращивали. Лиса нету, надо что-то другое. И еще надо себе оборот делать. Поэтому перешли на горох, перешли на горчицу, кориандр сели, тоже хорошие деньги за него получаем. Замысел с хлопком не так уж нереален, если учесть, что Россия компенсирует аграриям половину стоимости элитных семян. Сорта меняем, более устойчивые к засухе, новые сорта. Поэтому плюс еще платятся вот эти деньги. 50% возвращается денег. Выдаются и льготные кредиты на новую сельхозтехнику. Но когда аграрии смогут приобрести эту установку для очистки стоков, пока не знают даже ученые. Последние исследования проводились непосредственно в 2015 году. С тех пор, скажем, не было достаточного финансирования, чтобы продолжить исследование. Пока данная установка простаивает. Если власть отбросит идею с очисткой канализации, у крымских ученых есть запасной вариант – опреснение воды из скважин и Азовского моря. Опреснение воды, оно самое дорогостоящее. Но тем не менее, если этой воды нет, то тут же разговор стоит не о деньгах. Стоит разговор о том, чтобы выполнять поставленную задачу накормить страну.